Самые грубые женские ошибки в сексе с мужчиной, по мнению мужчин. Я вам много раз рассказывал о том, что мы проводим различные исследования, опросы, плюс собираем статистику тех запросов, с которыми мужчины обращаются в нашу психологическую службу, к нам в онлайн-школу, к нашим психологам и так далее, и так далее. Вот все то, о чем я сейчас буду разговаривать, это информация с полей. И если вы женщина разумная, если вы хотите, чтобы ваши отношения с мужчиной развивались, вы примете к сведению то, что я до вас донесу. И эта информация не моя субъективная, это то, с чем согласятся абсолютное большинство мужчин, которые также будут смотреть это видео. Если вы здесь есть, напишите, прав я или нет, дорогие мои собратья. А вы, дорогие девочки, слушайте внимательно. Так вот, первое, с чего бы я хотел начать. Грубейшая ошибка женщины в отношениях сексуальных с мужчиной. Это отсутствие инициативы. Это когда вы ждете, что исключительно ваш мужчина будет создавать условия, в которых вы будете возбуждаться, станете игривой кошечкой и позволите ему присоединиться к вам своим телом. Вы очень сильно заблуждаетесь, дорогие мои. Я объясню, почему. Вот смотрите. Женщины, для того, чтобы почувствовать себя любимыми и значимыми, не нуждаются в сексе. То есть, прежде чем заняться сексом, любовью, вам нужно почувствовать себя значимой и нужной. Через прикосновения, через комплименты, через совместное времяпрепровождение, через помощь какую-то, через сюрпризики, подарочки. Вот тогда вы, чувствуя свою значимость, с легкостью идете в постель с мужчиной. У нас, у мужчин, все по-другому. Мы определяем свою значимость для вас, и что мы действительно любимы и желанны, тогда, когда вы проявляете инициативу в сексе. То есть, когда вы ложитесь с нами в постель по собственному желанию, соблазняя нас, играя с нами. Вот тогда мы понимаем, что мы значимы и любимы. Почему? У этого очень тонкий психологический момент. Женщина соблазняет того и заигрывает с тем, кого она считывает сильным, с кем ей безопасно, с кем ей комфортно и так далее. По факту, когда этого не происходит, ваш мужчина может почувствовать себя ненужным. Поэтому, вот я вам даже расскажу разные истории из своей практики. Приходит мужчина и говорит, Марк, у меня такая ситуация. Моя женщина никогда не проявляет инициативу в сексе. То есть, инициатива всегда на мне. То есть, я должен ее соблазнить, я должен создать условия, я должен пятая, я должен двадцатое, тридцатая. А мне хочется, чтобы и меня тоже соблазняли, чтобы и ко мне проявляли какую-то инициативу, чтобы я себя чувствовал таким желанным, что во мне нуждаются. Для меня это важно. Но этого не происходит. И самое удивительное, это все случается, когда она слишком пьяна. Вот если моя женщина напивается, она может позволить себе пойти в соблазнение, расстегнуть мне ширинку, сдернуть с меня рубашку, завалить меня на кровать. И вы знаете, что в этот момент я думаю? Я не расслабляюсь, а наоборот вхожу в еще большее напряжение. Знаете почему? Потому что мне начинает казаться, что моя женщина может вот так вот где-нибудь чмякнуть, напиться с подружками, выпить и с такой же легкостью пойти в отношения с другим мужчиной. То есть, это у меня начинает формировать страхи. И, безусловно, я не хочу так. И как вот мне объяснить своей женщине, что мне эта инициатива действительно нужна? И если в ваших отношениях примерно то же самое, я вас уверяю, это ничем хорошим не закончится. Мы, мужчины, не тупые создания. Мы не дебилы. Мы не черствые. Мы не какие-то роботы. Сильный, уверенный в себе, за которым, как за каменной стеной, так он еще и пердеть должен, как зенитные установки, и при этом быть мягким и пушистым. Ну, давайте, мы тоже люди, мы тоже хотим чувствовать заинтересованность в себе, а не только в наших достижениях. Конечно, когда женщина только лишь благодарит мужчину, и говорит, ты такой у меня классный, ты такой у меня хороший, с удовольствием берет у него там его достижения результатов, деньги, подарки. Это здорово, прекрасно. Спасибо, да, что вы благодарны. Но сексуальная составляющая для мужчины очень важна. Очень важна. Следующий момент, который бесит мужчин, очень сильно бесит, это такие двойные смыслы во время занятия сексом. Я приведу очень простой пример. Тоже клиентские случаи. И таких мужчин немало, я вас уверяю. Таких мужчин много. Если здесь такие есть, напишите в комментариях. Вот смотрите, приходит мужчина и говорит, Марк, я прихожу домой, соскучился по жене, начинаю ее обнимать, целовать, хватаю ее как-то страстно, беру ее как-то вот необычно для себя и для нее. Вот просто как чувствую. Целую ее немножко как-то вот иначе. А это происходит, потому что я вот так чувствую. Мне хочется в данный момент времени побыть с ней каким-то другим. И это происходит самопроизвольно. И вместо того, чтобы ответить мне взаимностью, я вижу такой взгляд, как будто я кирпич на голову упал, глаза кося. Ты где этого нахватался? Да нигде не нахватался. Я просто так чувствую сейчас. Мне так хочется. И я понимаю, что в этот момент моя женщина, вместо того, чтобы подыграть мне, она уходит в какой-то анализ. И она начинает задавать мне вопросы. У нее меняется настроение в сексе. И после того, как все это заканчивается, вот это унылое слияние, потому что я же вижу, что она уже все, она уже о чем-то думает. Заканчивается близость. И я потом выслушиваю. Нет, мне кажется, ты где-то это попробовал с кем-то. А видимо, ты смотришь порно. А может быть то. Да ничего, я не смотрю, он говорит. И знаете, сколько таких мужчин? Чем это чревато? Ваш мужчина раскрывается рядом с вами. Чтобы вы понимали, раскрытие сексуальное в парах происходит с каждым годом. Если эти люди любят друг друга, заботятся, это нормально. Если вдруг и женщина, и мужчина в отношениях друг с другом начали какие-то выкрутасы, новые для себя, пробуют какие-то позы новые. Не надо в этот момент превращаться в какого-то замыкашку, в какую-то замыкашку. И анализировать это все. Не блокируйте раскрытие. И естественно, вместо того, чтобы мужчина в дальнейшем раскрывался с вами, и вы вместе расширяли, увеличивали, масштабировали сексуальные интеллекции, он будет замыкаться. Потому что выбирая между сексом, более или менее нормальным, и выносом мозга с вашей стороны, он, конечно же, выберет секс. Поэтому не будет ни в коем случае пробовать чего-то нового. Рано или поздно это и вам надоест, потому что ваши отношения покажутся вам достаточно пресными. О чем идет речь, дорогие мои? Речь идет о том, что очень многие женщины находятся в состоянии, например, той же дефицитарной сексуальности, либо в состоянии психогенной фрегидности, либо когда телесные блоки и зажимы, которые у вас присутствуют, либо ваши убеждения и страхи, и психологическая незрелость сковывают трансляцию вашей сексуальной энергии. Сексуальная энергия и секс – это разное. И то, что вы можете раздеться, лечь с мужчиной в постель – это физический контакт. Он может сопровождаться отсутствием сексуальной энергии. А сексуальная энергия для женщин – это основа основ при взаимодействии с мужчиной. Хотите продиагностировать ее? Под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и прослушайте все пять вебинаров на бесплатном интенсиве, удобно или уникально. И вы для себя поймете, где, на каком уровне застряло ваше психологическое развитие, что с вашей сексуальностью, женственностью, сексуальным интеллектом, открытостью. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь, и подруг своих зовите, которые тоже, возможно, будут заинтересованы в данной теме. Продолжение следует...